так здравствуйте дорогие друзья приветствую всех наших постоянных слушателей и гостей нашего канала ну с вами как всегда канал голос истины и с большим уважением к вам дорогие друзья ну так вы уже поняли сегодня я немного побеседую с нашими соседями жителями изированского ханства как вы знаете иногда бывает что я с ними провожу осветительные работу уроки так дорогие наши соседи армяне как вы понимаете иногда вот я с вами вот так общаюсь и у меня есть дар мне мне удается вас вывести на короткое время вывести состояние гипноза зомбирование и кое-что вам показать рассказать потому что вы 24 часа в сутки и круглогодично вас зомбирует вводят в состояние гипноза и вы живете в своем мире великими древними и короче ведете себя как людей от которых произошли все жители планеты земля так вот отключайтесь минут на 10 15 20 я не знаю насчет 3 раз два три вот так вот демократия дорогие наши соседи армяне изированского ханства я пас чуть посветлее сделаю вот видите как цвет флага изменился это когда у нас трех башнях была отключена свет и вот такой цвет получился все орали между прочим некоторые наши себя рвали вот цвет армянского флага не переживайте соседи станции у нас тоже такие есть как вы но слава бога богу у нас их мало но есть что тут поделаешь так вот демократия полтора года назад у вас к вам завезли очень много демократии вы об этом очень часто говорите иногда даже хвастаетесь я не знаю почему основываясь на что ладно давайте вот поразмышляем вы уже стали да адекватными нормальными людьми да раз два три все порядке вот смотрите задумывайтесь задавайтесь вопросами вы сделали революции революции и сместились свергли прежнюю прежнее правительство режим который 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 вы называли диктатором все же сарксиана бандитами коррупционерами убийцами и так далее тому подобное вышли на улицу как то вот так получился вы их сместили и привели самого демократичного человека и вообще режим такой не режим скажем так демократию давайте чуть вернемся назад в годы сержа сарксиана когда он проводил реформы менял конституцию по поводу примерства потому что вы тот момент переходили из президентского управления на парламентское управление да и связи с этим проводились очень много реформ и изменили конституцию тот кого вы называли диктатором все же сарксиан имеется ввиду его режим и так далее он понятное дело делал все чтобы после того как страна приведется на парламентское управление все рычаги буквальном смысле слова все рычаги в стране был в руках у премьер-министра как до этого было у президента это не секрет он все изменил все то есть зная что он сам будет премьер-министром так как парламенте большинство на тот период были депутаты из правящей партии партия рпада республиканская партия армении уже подзабываю даже название вот и понятно было что выберут его и он сделал все чтобы вся власть принадлежал премьер-министру страны то есть ему самому это факт этого насчет этого споров даже быть не может но тут произошло происходит революция вы совершаете права революции выходит на улицу кричите диктатор режим сержек мержик и так далее миа цум геноцид арцог короче переворот и бархатная шашлычная любовная ким кардашьянская революция все приходит новые приходят новые люди новое правительство так далее там подобные в том числе пашинян как очень многие армяне его начали называть армянской иисус христос освободитель спаситель приходит он и вдруг даже через полтора года да он сейчас во власти сегодня вот 18 число 10 месяц 19-й год и возникает вопрос вот смотрите соседи соседи армяне хай ну как вас там называют и сами себе называете возникает один единственный вопрос у нормального человека думающего человека человека который живет не под гипнозом и не зомбированный как я вот муслим ханской задаю себе вопрос за это полтора года премьер-министр ированского ханства Никол Пашинян сделали что-нибудь изменил изменил ли он в конституции что-нибудь из того что сделал оставил там Сешк Сарксян для себе для того чтобы вся власть стране был у него в руках он же демократ он привел демократию а пока институции вся власть все что есть ированском ханстве вы называете его Арменией принадлежит то есть управляется только и только премьер-министром так сделал Сешк Сарксян ваш диктатор для себе не так ли а Никол Пашинян что-то изменил отвечу вам ответит вам тот человек который уже вот десять лет каждый день интересуется вами милыми соседями понимаете смотрит вас читает вас читает вашу прессу все ну вы же соседи вот а вы ничем этим не интересуетесь только интересуетесь с азербайджанцами ничего страшного интересуетесь я же вам интересуюсь но я своими интересуюсь ладно и вот человек такой адекватный думающий похвалю немного себя задает вопрос почему он это не сделал что он не ждет почему не меняют там что-то для демократии ведь видите эту конституцию изменил написал диктатор сельск сарксиан который вы выгнали из-за того что он был вот таким диктатором но из-за того из всего что он оставил пашинян не собирается ничего менять вас это не интересует почему так так же не бывает он же сам громче всех томата митингов пашик кричал орал что режим такой диктаторский авторитарный и так далее авторитарный кстати и вдруг он все это забирает себе и ничего не меняет вот такая демократия не правильно не так ли и когда он пришел во власть почему-то у вас умирает мигер такой у вас был политик политзаключенный умирает в тюрьме сначала он объявляет голодовку потом убирает и никто этим не интересуется даже вы демократичные армяне соседи наши из рованского ханства вам наплевать он кричал орал объявлял там голодовку а пашинян не слышал ну я понимаю я в этой случае его одобряю оправдываю потому что ему не слышно было было а в этом виноваты были вы потому что слишком громко кричали на митингах а он не слышал крики политзаключенного не отпустил он там умер и кстати даже отцы демократии из Европы и Америки тоже забили на это дело просто забили и все ладно вопрос один понятен да почему Никол из пашинян не изменил он не собирается изменить конституцию которую оставил Серж Сарксиан диктатор авторитарный режим для себе создал он такую конституцию имеется ввиду именно по премьер-министру его обязанность его должность его рычаги что как и так далее так вы еще не вышли из состояния зомбирования давайте еще один момент очень интересный момент вы такие моменты не запоминаете не не замечаете то есть но ваш проповедник голос истины муслим ханской все это знает замечает наблюдает у вас такой вы сейчас будете в шоке армяне у вас есть президент представляете я вам серьезно говорю у вас есть президент вы про него вообще забыли даже не знаете что он делает где он армян Сарксиан он ваш президент президент ированского ханства вы называете армению да ладно ничего страшного называйте как хотите так он же был активным он о нем говорили писали вначале куда он пропал почему он пропал вдруг вы не смотрите не читаете да у себя только хакканази охуаз читайте да и аз свои не видите а я вам кое-что вот сейчас расскажу смотрите он действительно был очень активным его рейтинг был нормальным а местами даже был выше после примерства Никола Пашиняна выше чем самого великого ворчопеда вашего и вдруг он пропадает даже несколько месяцев назад в июле и июне где-то вот так у вас был соцопрос по этому соцопросу Армян Сарксиан ваш президент президент понимаете если у вас есть президент у вас ваш президент у него рейтинг был выше чем Никола Пашиняна выше и с этого момента он вдруг пропадает из поля зрения он не пропадает он просто его убирают демократической Армении у вас же демократия все его закрыли понимаете да нежелательное лицо как так президента страны как бы больше у него больше рейтинга чем премьер-министра великого армянского Иисуса Христоса варчапета томаты митингов сельфисты тогда у него много обязанностей талантов то есть вот а тут какой-то сарксиан обошел его как так и вот нынешний очень демократичный режим Пашиняна его просто отдаляли не знаю правильно ли сказал это слово притеснили ущемляли как это вы любите ущемляли вас же везде ущемляют это подходящее слово ущемляют этого армена сарксиана и он пропадает из политической жизни армении почему это же невозможно демократической стране невозможно армени вот вы задумываетесь о таких вещах я могу продолжить очень много о таких ситуациях рассказать то что у вас происходит но это это два факта два момента достаточно да думаю соседи наши или недостаточно так вот дорогие друзья вот он велик что это действительно смешной смешной человек честно говоря зря включил этот запись давайте вот я так и сделаю чтобы хорошо видно было вам зря включил потому что вы опять вот попадете в состояние гипноза и все я вас потеряю ну ладно давайте я потише сделаю чтобы хотя бы вы голос не слышали а то вы все улетаете знаете фу попадаете в состояние гипноза опять становитесь армянами опять становитесь великими древними и самыми самыми умнейшими людьми на свете так вот ребята я вам вот что скажу дорогие наши соседи армяне из ированского ханства вы представляете к чему я это да вы представляете даже сейчас начали на уровне руководителей стран стран говорит о том что вы героизируете нацистов фашистов открыто если до этого об этом говорили писали журналисты журналисты политики эксперты и так далее и тому подобное а тут на уровне уже президентов это обсуждают об этом и об этом говорят всем очень интересно очень часто об этом спрашиваете почему вы азербайджанцы все время о нас говорите и об этом вы именно говорите много ребята вы наши соседи я об этом говорил ранних роликах свое время конец тридцатых сороковые годы нацистской германии тоже расцветала нацизм фашизм и соседние страны на это сильно как бы не обращали внимания закрывали глаза а чем это закончился сколько миллионов людей погибли в результаты вот всего этого мы все об этом знаем поэтому мы азербайджанцы не можем спокойно на все это реагировать когда у нас в соседней стране тоже расцветает нацизм фашизм героизирует фашистов фашистов понимаете международных террористов в лице Монте Милканяна Нидже Хрингена понимаете и когда-нибудь это взорвется потому что вы же в дух вас же в дух вот этих нацистов фашистов воспитывает вы сами хочу или не хочу этого через не могу возможно где-то сами становитесь нацистами фашистами и мы это видим мы это слышим от вас у вас ненависть к соседним народам ненависть почти что всем вокруг вот что нас беспокоит и поэтому мы много раз об этом говорим и будем будем освещать донести до мирового сообщества что вот хоть и маленькая какая-то страна но образованная опять не знаю правильно сказал или нет это слово образованная страна маленькая там где расцветает нацизм и фашизм будем будем говорить не обижайтесь и как бы мы это делаем и ради вас тоже потому что мы же вы же знаете больше всего от всего этого нацизма фашизма свое время пострадал именно немецкий народ немецкий народ миллионами были убиты погибли еле-еле еле-еле себе пришли себе пришли и вы не думайте что вы тоже как-нибудь себе придете потому что вы не немцы понимаете несмотря на то что после всего этого Германия сейчас одна из самых развитых стран но вы на это не рассчитываетесь потому что если что-то такого рода начнется я думаю с вас из вас ничего не останется как-то вот так ребята так что я не знаю как-нибудь вы понимаете в чем дело вы действительно вот со стороны смотреть на вас вы действительно на вас люди уже смотрят как на психически больных и когда говорят о ваших героях которых вы считаете себя героями да но когда о них говорят когда вам хотят донести что они ну никакие не герои ну что там они за что-то боролись ну у них методы нацистские фашистские не люди зверские у них методы борьбы за что-то за нацию или за страну за не знаю независимость и так далее и тому подобное а методы они выбрали не человеческие звериные у них методы и до вас всего этого хотят донести вы даже не задумываетесь о том что вы наверное единственный народ в мире когда вы о своих когда вы говорите рассказываете о своих героях у людей вызывает это раздражение вы не можете перед другими народами гордиться своими героями как другие народы как азербайджанцы грузины русские турки персы я имею ввиду регионы да например азербайджанцы свободно могут поставить памятник своего национального какого нибудь героя на территории другой соседней стране знак дружбы а вы этого не можете потому что ваши герои не воспринимаются как герои со стороны других и это вас обижает обижает это вас бесит вы начинаете думать что ой какие мы многострадальные нас никто не понимает мы самые великие и древние самые умные на свете поэтому даже нашим героям завидует ваше любимое слово во всем вам завидует но даже вы не задумываетесь о том что возможно с вами не все порядке с вашей психикой ну не все порядке потому что если взять любого психического психического больного человека ему тоже кажется что вокруг его никто не понимает он самый самый а вокруг все дураки вокруг все эти а вот один яд такой дартанян и когда его помещают специальные заведения где таких лечат на психопольнице он уже оказывается среди своих ему все хорошо он вот лежит слева от него Наполеон справа Сталин мать Тереза бегает где-то там понимаете он все у себя дома его все понимают и он всех понимает потому что среди всех среди среди своих вас тоже куда-нибудь что ли чтобы чтобы вы почувствовали себя как свои среди вот тех таких же как вы ну нету столько нету такого размера помещения понимаете нету поэтому остается одна надежда вылечиться вылечит вас самолечением хотя бы занимайтесь ходите к врачам там психологам психиатрам и так далее и тому подобное гадалкам колдунам избавьтесь от всего этого вам должно быть стыдно от того что вашего ваших национальных героев нигде не воспринимают наоборот их считают преступниками а это вас даже это как бы не заставляет задуматься вы наоборот начинаете как я уже говорил беситься злиться обижаться кричать орать нет ора он настоящий герой и так далее и тому подобное так нельзя ребята подумайте хорошо договорились ладно до следующих встреч дорогие наши соседи станции мы еще поговорим о таких вещах у нас другого выхода нету надо вас вывести из этого говна древноармянского удачи всем и мирного неба над головой удачи 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 удачи